всем добрый день сегодня расскажу вам маленький секрет по приготовлению моих любимых рулетов из тушки куры значит вы берете тушку куру весом полтора килограмма кило семьсот делим ее напополам нож должен быть девочки очень острым и краешек ножа в том числе одна сторона ножа идет по каркасу другая в воздухе мы зачищаем мякоть по всему периметру правая сторона вернее одна сторона ножа скользит по каркасу другая в воздухе отделяем бедренный сустав вот отрезаем крыло локтевой сустав плечевые суставы пошли уже наша цель как можно меньше мякоти оставить на костях но если вы хотите своих дальнейшем супчик легкий нежирный то можете особо и не увлекаться зачисткой мякоти от костей хвостик мы тоже убираем на но здесь не нужно совершать обратите внимание что по спинке идет очень тонкая кожа без прослойки она практически прилипла к этому каркасу и будьте аккуратны не делайте глубоких движений резких не прорежьте кожу иначе у вас на рулете будут дырки это некрасиво а во-вторых это может вылезти в дальнейшем начинка при выпекании вот крючевые суставы ваше время приготовления такого рулета примерно займет часа полтора может быть у кого-то час заранее подготавливаем грибы упаковочка 200 грамм шампиньона прекрасно подойдет сюда для начинки она ужарится добавить лючок можно подготовить печень куриную с овощами лук морковь можно натереть сыр на крупной терке просто сделать сыр чесноком ну и зубчики чеснока сюда 3-5 кто хочет еще поострее можно 7 зубчиков чеснока сюда подготовить такой рулет выпекается при температуре 180 градусов обязательно на застеленном пергаменте либо силиконовом коврике пол стаканчика водички подлить на донышко ставим на 30 минут 180 градусов потом температуру убавляем до 160 еще держим еще полчаса а потом вот можно все выключить и еще минут десять дать рулечку там побалдеть чтобы он пропекся до конца потому что он довольно таки толстенький вот но в процессе приготовления нужно конечно же смотреть подглядывать за ним как корочка если корочка горит но стал более румяна убавлять температуру раньше либо закрывайте его пергаментом либо силиконом фольгой что у вас есть под рукой такой момент вот сейчас я расслаиваю филе потому что филе оно самое толстое место у коры такого быть в рулете немного не должно я его расслаиваю и пустые места выкладываю чтобы было все равномерно посыпаю вкусной солью вкусную соль я делаю сама магазине я не покупаю никакие куриные добавки куриные заправки этого я ничего не беру это смесь прав пряностей ну вот отбиваем для равномерности рулета чесночок вход пошел может через чеснок одавилку можно мелкую тёрку грибочки нас уже ждут значит смотрите начинки должно быть столько сколько съезд рулет если начинки полуровки чересчур много у вас рулет будет плохо сворачиваться вам самой будет неудобно крутить у вас будет со всех концов выпадывать все должно быть в метро так что смотрите вот значит сырком посыпаем сыр он можно и без сыра но сыр он обволакивает вот эту начинку и она лучше при нарезке держится чем без сыра и еще такой момент запоминаете что мы всегда любые рулеты мы нарезаем только в охлажденном виде так как при охлаждении белок сжимается и острым ножом можно конечно попробовать его в горячем виде но тогда у вас срез немножко нарушится но ничего страшного он вкусный вы и так его съедите с удовольствием но я нарезаю строго охлажденные рулеты до полного остывания в холодильнике завязываем шпагатом шпагат должен быть не синтетический он не должен проплавится в духовом шкафу обратите на это внимание тоже нужно немножечко потренироваться при завязывании тоже мне не сразу получалось все это когда я начинала ну вот собственно рулетик рулетик мы уже с вами сделали вот такой вот прекрасно хранится в морозильном шкафу и ждет вашего праздника нежданных гостей можно сразу запечь это блюдо выходного дня называют банкетное блюдо потому что в будние дни нам некогда таким заниматься но поедается такой рулет без остатка каждый слой мы просаливаем при до выпекания вы еще можете смазать майонезом и еще с помазать чесночком добавить красного перца жгучего черного перца